слава здорово дамы господам связи роман канал фристен games мы продолжаем с вами battlefront 2 значит опять же группу запилили так давай еще немножко кого-нибудь позовем хорошо место в очереди 1 отменяет подбор игроков фастик а почему фастик я не понимаю или или что кто запускает вообще кто выбирает какая игра вроде я создал группу я пригласил людей но игру запускаю не я это это как так кто-то запустил я даже не знаю что понимаешь них не знаю даже какой режим че за бред почти почему как как по как по какому принципу это все работает ну ладно хотя бы место в очереди первое поэтому подождем посмотрим что это такое вообще когда я сажусь записывать battlefront а это происходит по вечерам даже по ночам я бы сказал то я захожу и всем кто в сети обязательно раскидываю пригласительные то есть я в одну рыло в последнее время вообще не записываю почему ну потому что толпой всяко разное интереснее по дискорду нет связи по какой причине потому что когда все будут говорить одновременно будет такая каша это просто пипец плюсом если опять же в дискорде с кем-то созваниваться это сто процентов должен быть хороший микрофон не было ну как хороший хотя бы просто микрофон не было чтобы посторонних звуков вот это вот все чтобы было все разборчиво четко понятно потому что на монтаже это все такая каша потом будет а на видосе это будет еще хуже это будет просто невыносимо эти не понравится не смотреть не слушать понятно поэтому 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 я в дискорде никому пока что не создаю группы на стиме нас на стиме на стриме на стриме опять же будем играть через прямой эфир то есть вот заходим в группу добавляемся и стартуем тот тот или иной режим на самом деле я сегодня хотел поиграть герои и злодеи но слишком много оказалось людей в группе хотя казалось бы здесь написано 8 игроков она здесь раз два три четыре пять шесть семь но при этом по какой-то причине слишком много игроков я даже не понял с какого вдруг перепуга поэтому как бы вопрос большой остается открытым хотел еще полетать сегодня на истребителях а вот кстати я могу запустить а почему до этого не мог не подожди давай не надо пока истребителей слишком много игроков я не могу понять кто что там запустил мы играли в эру мятежа эра республики эра сопротивления давай тогда рубанемся друзья начал превосходство кто-то начал еще что-то и у кого соединиться первую я не представляю вот если честно здесь дикий дикая непонятка вот кто в группе батя так сказать кто имеет право запускать кто не имеет права запускать сервера лежат или или что с ними о что-то пошло да все наконец-то шикарно хоть где-то куда-то мы смогли зайти на третьей минуте если что я второй раз уже записываю потому что до этого было десять минут и ничего не получалось не соединялось то очередь там была чуть какие-то там пятая в очереди она и никак не заканчивалась то есть ну ну серьезно это было отвратить необходимо игроков 54 но в превосходство то я надеюсь игроки то зайдут три игрока 212 серьезно кто-то зашел и вышел один все понеслась жесть конечно но видимо из-за того что игрушечка все-таки старенькая каком получается в семнадцатом году ее представили сейчас у нас 21 4 года battlefront am 3 судя по всему и не пахнет и не воняет я в ролике возможно от учил уже писать можно а тут уже писать можно я тогда тоже напишу таким образом нажмите там чтобы переключить канал а как я даже могу поздороваться получается ой нифига себе вот это я конечно жесткий прикинь с людьми общаюсь ебать я даю конечно ладно поехали 32 раз фрисом нормальный поехали поехали в смысле начать как ага все хорошо все 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 отлично побежали а так подожди получается зеленая это те кто в группе она тут кстати смотри на серьезно прям вообще толпа толпенская синие это все остальные и других цветов я пока не вижу ну хорошо допустим дротики нас 3 на стены я стреляю не специально я всегда стараюсь на землю но там уже как получается я по моему своего попал дротиком граната кстати полетели в огромных количествах но непонятно куда у нас бэшечку захватывают а мы куда там цешка воу 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 на его убили надеюсь да для хани убили убили ай-яй-яй больно 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 тихо спокойно у ворот переворот это тяжелый боец был сука не наука ладно хорошо поехали никто не говорил что будет легко на летающего мне пока не хватает офицеру давай кексику кекс я к тебе я опять по-моему дротик своего засандалил хорошо что это урона не наносит потом чё за война вообще творится это кто там гасит тяжелый боец а да нифигасе с минига ата-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та с миниганом там раздает налево и направо ты прикинь а и прикрывает и раздает вот это пацан молодец конечно вот это он конечно шарит вот это прям вообще да хорош спокойно кто такие а я понял это вражеский раздает кто стоп нихуя себе стоп и просто по голове мне это кто такой смысле это рей сука под ака где мой курсор а курсор вот он доступен реактивный ранец первого порядка хочу ты реактивный ранец все поехали хочу реактивный ранец я на стрелке я полетел леха там были по умолчанию ешечка помчали хотя бы хоть куда-нибудь а подожди а как не а ну я точно порогу ребята забомбил у нас ашку отбирают пацаны ашку отбирают ранец когда перезарядиться так я понял то есть прежде чем ранец уйдет в перезарядку его получается надо полностью высадить я правильно понимаю я воздушная поддержка бляха все я не поддерживаю больше ой вот это я приземлился конечно здрасте отстань от меня по мне никто не попадает потому что меня тупо не видит бляха там силовое поле но я пока в любом случае буду обстреливать их ой пацаны не бейте меня не бейте говорю понятно да в ближнем бою конечно не айс но опять же это наверное моя ошибка потому что в ближнем бою следовало бы на самом деле переключиться на почему у меня их а свое я не знаю почему у тебя их а твое почему у тебя не ехо я вообще не в курсе потому что я отключил микрофон на игру насколько я понял если я правильно настройки сделал конечно вот нету голосового бф-2 сочувствую короче отлично лови поддержку там кто-то летает свой летает чужой летает кто летает пацаны попробуем захватить а уже захватываю хорошо как я понимаю удерживать точки тут не имеет особо никакого смысла тут надо и от именно ходить захватывать потому что точку в любом случае отобьют держи я чё кого-то убил что ли ай-яй-яй но хоро сто восьмой уровень ух силище конечно так у нас там по император палпатин появился да кого ты там делаешь новая поддержка с воздуха так кайло рен это тоже наш значит нормально живы будем не помрем я очень надеюсь что мы эта бомбардировка хоть как-то помогает пацанам потому что иначе это просто шляпа полная так а у меня нет граната кинуть я могу только вот так ой рэй ой рэй вот это хреново кстати рэй это плохо все точки наши да ладно все точки зажали вам рэй skyla дерутся она ничненько ой смотри 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 побежала рэй а хп просто у нее нихера не осталось вот она и щенит я бы так же сделал бляха просрал перезарядочку да так палпатин пришел рэй с нами ой туры кайло бы вы отжимают все отжали бы поляна бляха сейчас ранец закончится упаду прямо в самое гнездо о я же тебе говорил присяду прям по самой не балуйся ух хорошечно не успел я взлететь ну ладно а у меня еще есть у меня еще есть бабленское поэтому нафиг вас пацаны а почему император палпатин где у нас б бляха дабы лететь пипец где не туда сел ёб твою пацаны тихо вот это глупо я конечно сейчас всрал просто просрался ну ладно мне страшно так ты давай у ю ю ю ю ю ю ю ю как все мы теряем резко пацаны а чё теряем цешку отжали хорошо задание выполнено победили есть просто победа смысле зайдите на борт транспортного корабля зачем а это теперь мы должны корабль штурмовать серьезно бляха это вот то же самое с дроидами я надеялся что не будет это в дроидах ай-яй-яй за что я тебе кто ты что зачем не знаю посадка завершена удачно или неудачно я падаю я упал мы победили мы мы что мы как а ну да получается теперь мы должны по идее штурмовать да но так же как с дроидами бляха но это опять может затянуться на два часа не ну здесь летуна уже вообще никакого смысла нет брать вообще прямо 0 захватите пульт управления а где он а б куда не пойдем со своими пойду биби 8 твою мать афигеть тут еще летать успевают эх ты рей дрянь конечно поганая обы захватываем пойдем бы поможем захватить где тут пройти-то на б возрождение рядом с вами хорошо давай давай я не против это кто там кто-то опасный был бляха там тяжелый боец вражеский его ушатали так захватите пульт управления щитами окей ну вот нам да получается надо вот это захватить потом пульт захватить и потом наверное опять будет вот этого типа систему охлаждения электрона там такая вот это наш кайло это наш а чё на бы творится по тут война конечно происходит подожди это наш побежал втихаря в одно рыло бляха рэй пришла это хреном что и с этой стороны да ну нахуй вас окружили так ну давай я кого-нибудь возьму наверное кто такой воспламенитель да ну тебя в жопу не давай стрелка но тяжелый боец он хорош я я может быть и не прав конечно но и он медленный я не могу медленным играть меня убьют моментально если я быстро мне не справляюсь то учусь говорить о медленном игроке а медленном бойце в смысле вы погибли а кто меня убил так как в клуб палпатину подъехал бляха там рэй я побежал на бы пока повоюйте пацаны я сейчас приду бляха паспорт них не вышло 387 уровень да ты затроцкий пацан я смотрю 387 серьезно уничтожьте шо центрифугу а что получилось захватить этот самый окей как мне к ней пройти то вообще так там у нас палпатин пацаны гасите центрифугу охереть устрел дайте мне кого-нибудь опа палпатин фазма давай фазму гу 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 хера мне жесткий голосок офигеть тут что творится серьезно это отнимает у центрифугой хотя бы сколько это хп уничтожено уничтожено пацаны уничтожено центрифуге пизда есть молодцы первый орден молодцы ребятки это победа не так долго 19 минут не до было неплохо конечно да волос 501 олег хан олег хан но если бы точнее александр как бы не суть важно так стрелок летающий балетской бобой боец баре и бобой да прошу прощения за срезочку но срезка не так страшно как так как то что мне пришлось ретироваться честно говоря и выйти из группы как вообще в принципе выйти из игры потому что потому что сейчас посмотрим о в сети вообще никого ну опять же с одной стороны это плохо с другой стороны это хорошо почему потому что мы можем использовать режим посмотреть режим называется герои и злодеи у нас есть звездные истребители героев ну как я понимаю это естественно битвы на кораблях но мы сделаем отдельную серию скорее всего именно на корабли и у нас есть еще герои против злодеев и столкновение героев столкновение героев две пары знаменитых персонажей вселенной звездных войн сойдутся смертельном бою на выбывание даже великим героем придется работать сообща чтобы выжить но я думаю здесь нужен прям вообще жесткий кооператив и 2 сражайтесь в роли величайших персонажей вселенной звездных войн в командных боях 4 на 4 определить исход столкновения светлой и темной стороны давай мы наверное попробуем оба посмотреть у нас по идее минуток 20 еще есть поэтому давай столкновение героев растут смертельные бои на выбывание то мы оттуда вылетим я думаю достаточно таки моментально и перейдем уже в герои против злодеев так давай что мне очень не нравится в этой игре вот прям честно убивает подбивает это дисбаланс прям жесткий крепкий что могут закинуть тебя против там какого нибудь сотого уровня или 3 388 и как хочешь так и выкручивайся кого взять ну давай папу вейдера потому что мы за него в принципе никогда не играли поэтому мы ну да и и и и и и и и а и и орса росту трампай выбрал вейдером я плохо вот и все но я просто вейдера не успел выбрать ну давай теперь возьмем вейдера не знаю посмотрим что из этого получится обида обидная конечно неплохо он меня конечно опа такой типа скорпиончик такой типа иди сюда ну ладно так вот я вот вейдер зырь вот здравствуйте вот кеноби но у него явно преимущество почему потому что так направленный гнев а я прошел в прошлый раз не понял откуда он пришел прилетел припрыгал а а как так получилось я практически полностью выбил из него стойкость и он меня просто за один удар просто шлёп и все и меня нет здрасте как так вышло серьезно там какой-то у кеноби есть прям удар такую типу сука или как бляха выдер против палпатина выдер жесткий у него пассивка прикольная которая увеличивает его так уменьшает выносливость добавляет здоровье точнее уменьшает расход выносливости если быть точнее ну тут сейчас выбрал а подожди это даже мой вейдер в паркс это за моего мой союзник как я понимаю неравная сила команд это означает что что значит неравная сила команд ну неравная сила команд это то что я проебываю вот это я прекрасно понимаю в каком смысле может быть очень равная сила команд у него кто-то ливнул к его проблемы он кстати я забыл один момент что надо было найти союзника по команде ну что мы же играем 2 на 2 блин ну да кстати да а где там искать ну давай возьму что значит неравная сила команд итак неравная почему она неравная ну видимо реально кто-то ливнул так мы это проблемы какие можно пожалуйста запустить бой или или что потому что таймер пятиминутный не запустился отчета вообще в принципе никакого нет тут можно получается сидеть так долго а нет вот следующий раунд а и так у меня тоже ливнулся тогда я вейдера возьму все теперь мы раз на раз играем я сейчас тогда проиграю ну ладно не страшно у меня зато есть понимание что это за бои и здесь сто процентов надо с кем-то знакомым чисто через через дискорд для того чтобы пытаться как-то скооперироваться ой ты с батюшки и тогда возможно появится шанс а вон он прыгает ох ни хера себе где он да да ну я думаю это было очевидно потому что здесь в принципе по-другому быть не может но это интересно но опять же надо со знакомым наверняка чтобы дискордик голосовое вот это все тогда по идее да хорошо допустим ой да молодец молодец кабунки rr кто бы сомневался так здесь мы тогда на выхода конечно же и переходим тогда во вторую катку где 4 на 4 получается играть сетевая герои злодея герой против злодеев давай посмотрим что здесь потому что многие писали в комментариях что это прямо вообще топ 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 режим я кстати очень редко уклоняюсь я опять забываю про уклонение на постоянной основе ну что поделать так ага бляха вейдера уже зажали ну давай тогда палпатина еще необходим один игрок здесь в этом режиме есть один небольшой минус в том что здесь добавлены иден версию фазма боск боба даже боба это боба минус в чем то что они стрелковые персонажи то следовательно все джедаи будут отбивать их бластеры то есть они уже как бы имеют недостаток что лет по сравнению с соперником хотя мне кажется опять же если умеешь за них играть прям задрот задрот хорошем понимании этого слова то вполне может быть что вот это у нас пачечка конечно а гривас будет смеяться нет не интересно моли я вот кстати интересно уху какие ай-яй-яй есть но на меня удел я помню что здесь можно не можно а говорили что типа у палпатина прикол то что во первых надо держать обе кнопки и левую и правую и надо как бы постоянно прыгать то есть постоянно быть в движении я поспутался а бляха а у меня же нету я же не могу отбивать бластеры точно ну помог всяко-разно аллейка где хорошо где еще пацаны мы тут чисто по киллам то есть нам ничего захватывать не надо здесь чисто киллы реже руляют руляют решают и вот это вот все так лейка точно подоспела вот энакин я смотрю подошел ой хорош замесили прям толпой тихо кеноби а почему прыгать не могу ай-яй-яй а почему прыгать но очевидно обилки у меня закончились все закончилось я пока за палпатаса поиграю вроде как пока что типа за него получается не факт конечно а что эта херня там у меня делает темная аура правильность наносит а ну то есть это просто пассивный урон ну как сказать просто пассивный урон это в принципе хорошо выносливость закончилась тихо 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 это меня кто-то уже их не успел но тут их двое уже было не страшно не страшно наверное мне вот так вот просто в одну ухарю наверное не имеет смысла прям в атаку жестко идти все-таки имеет наверное резон подождать пацанчиков ух не успел вообще ни одного даже умения при применить ни на f ни на куни на ешку успел кстати ауру повесить а где наверно аура надо как-то заранее запускать ой так ни хера от себе их тут а где еще слушал он там за боско не хило так по раскидывал пацанов прям вообще нормально ух хорошечно за что за что за что прыгни 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 почему во время атаки я прыгают не могу мне получается надо во время атаки прыжок отпускать вообще ну я просто серьезно немножко не догоняю видимо надо да где туда многие говорят на радар смотри радар находится в нижнем левом углу неудобно смотреть я привык возможно от старых игр и возможно так получалось что во всех играх у меня радар находился в верхних углах либо верхнем левом либо верхнем правом поэтому мне неудобно в нижний левый радар просто смотреть и пешочком идет такую приму сука батя грязный кстати где плач запачкал а ну окей нихуя себе это вообще законно я же палпатин да ну хорош прекратил убей его убил красава погнали побежали обратно к пацанам что ну ладно ладно ну хорошо на договорились найдешь найдешь тут как бы без вопросов всех найдешь всех заимеешь так с кого перу начнем эх свалил ох ты ж бурна просто как сосунка кидают такое ощущение что я вообще ни разу не палпатин ой слышь внучка ты чё блядь да прыгни офигеть как же он отвратительно прыгают девятнадцать один кстати мы побеждаем ну как мы ну мы конечно мое минимальное участие но тем не менее девятнадцать ноль мы выиграли да тяжелая рука получила чивочку неплохой неплохой режим здесь тоже надо кооперироваться но мне кажется что у нас просто игроки были высоко более высокоуровневые более подкаченные персики да этот конечно неплохо всех раскидывал прям не попереть против этого а давай наверное еще разок мы в это срубимся по бы реку ну слушай ну интересно да но здесь явно нужны лично прокаченные карточки и все остальное а а а и награды только кредиты не особо интересно сейчас мне эти кредиты или кредиты не имеют никакого смысла так здесь смотри я могу предположить что стоит взять вейдера почему потому что он хорош но опять же я не очень хочу потому что о я плохо играю то есть я могу у хорошего персонажа у хорошего игрока забрать хорошего персонажа это неправильно так дымовая завеса вот пассивные способности весьма неплохие давай мы наверное его возьмем а вейдера никто брать не хочет да ну давай тогда я возьму вейдера не ну просто его никто не берет это думал его возьмет какой-то сильный игрок но его никто не берет поэтому я возьму вообще странно что его никто не взял мне кажется он один из сильнейших персонажей здесь ну какие стандартный набор кстати заметь в прошлый раз по моему были те же самые но только вместо энакина вроде как кто-то был другой или энакин тоже был не помню а а а где кто-нибудь а уворачиваться я не могу просто напросто потому что у меня убили так ну давай попробуем тогда за поддержку за заиграть а а а а а Хотя, наверное, такие персонажи здесь, как Би-Би-8 или Би-9-Е, здесь не особо раляют. Да ладно? Вот это жёсть. Я буду просто кататься на пассивках, то есть, опять же, помогать своим. Ух. Убили его. Что-то мне союзники попадаются какие-то ядрёные. Ну, то, что Лею делали, это понятно. Ой-ой-ой. Всё, раз на раз, когда остаюсь, то есть, я прям вообще никчёмный, да? Слушай, ну не знаю, стоит ли мне выбирать другого персонажа, у меня с ним, с ним, вроде как, достаточно неплохо получается оказывать поддержку. Бляха, ну зачем я эту крутилку сейчас сделал? Я хоть по кому-нибудь урон наношу, нет? Мне кажется, что нет, вообще ни разу. Ну, поддержку вроде как оказываю, потому что здесь есть пассивные способности. Не активные, а именно пассивные. Есть, минус. Где ещё? Попробуй, попади по мне. Хорош. Опять Ешку не в тот момент включил. Кто-то, кто-то, что-то, ты же, ты же свой, ты чё, ты чё, ты чё? А-а-а. Так он уже всё сдался. Ахер, что они творят? Жёстко. Я, кстати, единственный, кто, по-моему, деду мер. Вот какой-то баф дал. И где, куда я улетел? Ну ладно, ладно. Ну ладно, попала. Ну что ж ты, умник. Умница, я б сказал. 28 на 7. Мы всё равно побеждаем. Сейчас я вернусь, пацаны. Сейчас я вернусь. Подождите, Млёха. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Слышь, ты. А меня вообще как-то не разлюбляют. Ух, ух, ух. Ха-ха-ха-ха. Убили. Так, я баф на своих пацанов. На фу я могу подбахивать, Млёха. Подбафивать, я бы даже сказал. Кто там? Пошли, пацаны, в атаку я прикрою. Ух. Фу. А ну, зырче могу. А почему у меня Е не сработало? Я просто захотел в толпу как бы завалиться, но у меня Е почему-то не сработало. Ешка это когда он как бы это, вокруг себя просто током бьёт беспощадно, безостановочно во все стороны. Пацаны, подождите меня. Да, да, победа. Опять победа. Ну, я тут чувствую себя, если честно, чуть-чуть бесполезным. Вот. Ну, режим интересный, конечно, да. Но здесь нужен вот именно опыт, либо вот, опять же, как у меня, так нифига себе я очков наклепал. Я даже на четвёртом месте. Извини меня, из восьми. Неплохо, неплохо. Би-би-9Е. Значит, я не был, у меня особо-то бесполезен. По факту. Вот у меня есть Палпатин. Давай посмотрим, что у него тут по карточкам нового открылось. Увеличу дальность действия атак молнии императора Палпатина. Это хорошо тёмной ауры. Не, давай, наверное, вот эту вот гадость возьмём. Дальность действия молний. Ага. И... А, всё, закончились умения. Не страшно. И Би-би-8Е. Ну, он, мне кажется, чисто как поддержка должен ролять. Увеличивает максимальную регенерацию здоровья Би-би. Повышает радиус дымовой завесы. Ну... Бляха, не пришей пизде рукав. Ни то, ни другое неинтересно. Хорошо. Ну, всяко-разно. Эмоции, победные стойки. Понятно. Ладушки. Хорошо. На сим мы тогда будем заканчивать. Так что, если интересненько, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила. Продолжение следует...